Зарядите аккумулятор для вождения. Он также был запущен с космодрома Тони Гасима в полдень 6 дня декабря месяца, 25 лет Хейсей, 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 25 лет Хейсей. Астероидный зонд Хаябуса-2 был запущен с космического центра Тони Гасима 3 декабря. Давайте оглянемся назад на эту миссию за последние 6 лет. Космический корабль, отделившийся от ракеты, успешно развернул сложенное оборудование. Мы отправляемся в путешествие на Землю, готовые к исследованию. После подтверждения первоначальной работы и тестирования ионного двигателя, мы отправились в путь. Через год после запуска Хаябусани мы снова приблизились к Земле. Используя гравитацию Земли в качестве маневра, он сильно изменил ее орбиту и в конце концов направил ее к драконьему дворцу. Хаябусани будет ускоряться, как будто гонится за дворцом дракона. За движение Хаябусани отвечает высокоэффективный ионный двигатель, который впрыскивает газообразный ксенон. Продолжая стабильную работу в течение длительного периода времени, Хаябусани неуклонно приближался к рюгу. Общая дальность полета по маршруту составляет 30 миллиардов километров. 27 июня, через два с половиной года после запуска, Хаябусани прибыл к астероиду рюгу. Первое, с чего я сошла во дворце дракона, был небольшой вездеход диаметром 18 сантиметров. Марсоходы минований 1A и 1B перемещаются по поверхности маленького драконьего дворца притяжения и делают снимки. Он стал первым в мире роботом-исследователем, который провел исследование движения по поверхности астероида. Хаябусани также доставил на рюгу небольшой посадочный модуль, совместно разработанный Германией и Францией. В дополнение к фотографированию были получены данные о поверхности астероида, включая измерения теплового излучения и магнитных полей. Самая сложная задача Хаябусани — повторить репетиции перед тачдауном. На третьей репетиции маркер цели был сброшен. Целевой маркер приземляется на поверхность рюгу с именами примерно 18 миллионов человек. Маркер цели, отражающий свет вспышки, направляет Хаябусани на тачдаун. Наконец-то пришло время. Хаябусани начал спускаться в тщательно выбранный район, избегая опасной зоны для глаз. Автономно проверьте положение самолета, одновременно проверяя маркер цели. Хаябусани стремится к месту посадки. Хаябусани достиг намеченной точки, занял посадочную позицию и, наконец, начал заключительный спуск. В тот момент, когда наконечник рожка заземляется, пуля выстреливается, и материал на поверхности рюгу наматывается. Сам по себе сбор образцов — это событие мгновенного действия. Хаябусани немедленно развернулся, чтобы подняться, и покинул поверхность астероида. Успешно завершив первый тачдаун, средняя школа Хаябуса возьмет на себя еще более смелую миссию. То, что было отделено от Хаябусани, — это устройство для создания искусственного кратера. Хаябусани должен спрятаться за рюгу, чтобы избежать осколков от сталкивающихся устройств и выбрасывателей астероидов. Вместо того, чтобы Хаябусани отступал, выпущенная разделительная камера наблюдает за работой устройства столкновения. Масса меди, которая была выпущена взрывчаткой на высокой скорости, ударилась о поверхность рюгу, и выброшенный материал рассеялся в форме конуса. Это было примерно через две недели после того, как Сокол-2 вернулся в окрестности рюгу, который когда-то был очень далеко. Потому что выброс мог быть рассеян вокруг рюгу, который имеет небольшую гравитацию. Основываясь на подробных наблюдениях, сделанных после эксперимента по столкновению, Falcon 2 попытается совершить вторую посадку. По оценкам, целевой точкой является скопление подземного материала вблизи искусственного кратера. Пыль на объективе камеры позволила нам зависнуть на меньшей высоте, чем планировалось, и затем мы смогли совершить точное приземление, которое превзошло первый раунд финального эффекта. Заготовка была активирована в момент установки, и Хаябусани преуспел во втором сборе образцов. Взятые образцы могут содержать меньше материала, образующегося в результате космического выветривания, выброшенного из недр кратера в результате удара. На Хаябусани было установлено пять маркеров цели, и два из них были использованы для того, чтобы вызвать приземление. Две неиспользуемые части отделяются и выводятся на полярную и экваториальную орбиты Дворца Дракона. Он временно стал самым маленьким спутником в мире, вращающимся вокруг внеземного объекта. Анализируя орбитальное движение, полученное с Хаябусани, можно детально оценить гравитационное поле астероида. Эта операция по разделению целевого маркера также была репетицией последнего исследовательского эксперимента. Последнее оборудование для миссии — это марсоход-2 небольшого марсохода Минавани. Сделав круг над Драконьим Дворцом, мы, наконец, приземлились на поверхность. Связь, синхронизированная с периодом вращения Рюгу, показала, что марсоход действительно находился на поверхности Земли. Настал день, когда Хаябусани должен покинуть Дворец Дракона после того, как все исследования окрестностей будут завершены. Ионный двигатель, который бездействовал во время исследования Рюгу, также медленно изменил свою орбиту, чтобы вернуться на Землю, запустив ионный двигатель. До возвращения на Землю осталось полтора месяца. Мы выполняем точное управление траекторией полета ТГМ с помощью химического двигателя. За 10 дней до возвращения на Землю допускается лишь небольшое отклонение орбиты, позволяющее отправить капсулу к месту посадки. Хаябусани вышел на орбиту над пустыней Вумера в Австралии. Хаябусани изменил свою позу, чтобы позволить капсуле войти в атмосферу под оптимальным углом. Капсула с образцами, собранными на Рюгу, была снята с космического корабля и отправлена на Землю. Фалькан-2, который подтвердил отделение капсулы, сильно изменит свою орбиту, чтобы избежать столкновения с Землей. После возвращения на Землю капсула защитила свое ценное содержимое, подвергаясь воздействию высокой температуры аэродинамического нагрева. Хаябусани успешно завершил полет вокруг астероида и переходит к следующему путешествию. Я летела по небу Австралии в шестой день 12-го месяца года 2020. Полтора года назад Хаябусани также вернулся в пустыню Вумера, куда вернулся первый «Сокол». Путешествие космического корабля, общая дальность полета которого составляет 5-20 миллиардов, 4-0-0-10 тысяч километров, это перерыв. Однако путешествие за знаниями ученых, которые взяли Таматыбака, привезенное Хаябусани, теперь реально. В капсуле содержались образцы астероидов весом примерно в 5 баллов и 4G. Образцы рюгу, богатые водой и органическими веществами, содержат материалы из ранней Солнечной системы. Этот ценный образец будет проанализирован исследователями по всему миру. Солнечной системы исследователями по всему миру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...